Слава Украине! Приветствуем от Полонского к нашей любимой рубрике. Наша любимая рубрика, естественно, потери российско-фашистских войск в Украине за текущие сутки. На текущие сутки, точнее. А сегодня у нас 10 июня 2023 года. Продолжается комплекс мер по подготовке и частично проведению контрнаступления, то бишь контрпупления расистов, которые пришли на нашу землю со оружием, пришли и сразу же отправились на палубу крейсера. А что я говорю крейсера? Подводной лодки Москва. Где им, собственно говоря, и самое место. Давайте посмотрим, где были потери и где им насыпали по самое некуда. Прежде всего, это традиционный район Бахмута и в особенности вокруг Бахмута. Причем там уже на нескольких участках. Очень хорошо им насыпают, насыпают по самое некуда. Наши очень хорошо продвигаются на флангах. Да, тяжело. Да, а расисты там как кроты зарылись так, что у них даже и уши уже не торчат с земли. Только пятки, наверное, уже торчат. Но пятки им нужны, чтобы бежать. Поэтому тут такое дело. Да, значит, насыпают им хорошо. Охват Бахмута идет даже, я бы сказал, не вообще по околицам, а чуть дальше даже идет. То есть, там интересные моменты. Не буду опять назвать название населенных пунктов. Но скажу так, что продвижение есть. Несмотря на то, что оно тактическое, но его уже меряют другой раз не сотнями метров, а уже большими понятиями. То есть, километр. Соответственно, мы видим, что наши продолжают продавливать оборону расистов под Бахмутом, чего они совершенно не ожидали. Они ожидали, что от Бахмута они пойдут на час Авьяр и вперед. Видите, не так сталося, как гадалось. Им там насыпали по самое некуда. Кстати, Пригожин очень вовремя вывел своих вот этих вот, своих бандитов. А теперь вот те, кто пришли ему на смену, огребают там по полной. То есть, он их там подставил, как хотел. Но это их внутренние проблемы. Мы о них еще расскажем. Там у них интересные завязочки сейчас. Да, кроме Бахмута очень хорошо наши отрабатывают сейчас артиллерией и хаймарсами, и всем, что есть остальным. Районы Запорожской области, причем речь идет как о фронте, так и о тыловых районах, где им прилетает куда только можно, чтобы прилетело. Рашистам нравится. В принципе, им это нравится, но они это не успевают понять. За вчерашний день у Кондропуплина отправлено на концерт Кобзона, правильно, прямо, он костник не даст собрать, слышите, прямо на палубу крейсера Москва 890 путинских фашистов. И общее количество у Кондропуплиных фашистов, которые пришли с оружием на нашу землю убивать наших женщин и детей, составило 214 660 персонажей. Дальше. По танкам 8 штук за вчерашний день, среднее значение, в принципе. Общее количество путинских танков, сданных в металлолом, 3909. По бронемашинам 7 штук, всего 7607. Ну, среднее значение, такие, ни много, ни мало. По артиллерии наши отминусовывают ее очень серьезно, за нее взялись. Контрбатарейная боротьба идет так, как надо. 15 штук путинских этих пушек уничтожено, всего 3717. А также одна единица, скорее всего, это был Солнцепек все-таки, потому что их сейчас там уже два уничтожили за последние дни. Всего 600 штук. Кстати, Солнцепек у них самое мощное неядерное оружие из всего, что у них есть. Их сейчас выбивают у них довольно хорошо и активно. Дальше. Три средства ПВО. Наши по ним отрабатывают постоянно. Всего 362 штуки самолеты-вертолеты. Старые данные 314-299. Без пилотников за вчерашний день накноцкали 16 штук. Там были и шахеды. 10 шахедов сбили, я уже рассказывал. Один из них после сбития залетел людям в форточку. И такое бывает, к сожалению. Если бы он взорвался, представьте себе, какой бы он вред нанес. Дальше. 16 штук за вчерашний день. Общее количество 3263. И было сбито 5 крылатых ракет в течение дня. Но там они и долетали. Было тоже. По Умане там долетало. Общее количество 1176. Мы видели, кстати, в Умане, как крылатая ракета. Там просто во время рабочего дня залетела в супермаркет АТБ. Несбитое, заметьте. То есть, вот видно. Они то ли специально по АТБ целились. Это работающий супермаркет. Там работали все камеры. Все это работало. Полно людей в зале. Но, как обычно, в большом АТБ люди скупались. Им по голове прилетает ракета. Хорошо, там она по складу попала. Хотя и торговая площадь разбила. Но, а если бы она упала на 10 метров до этого и залетела бы в торговый зал людям по голове. Вот что бы было. Да. Ну, для урошистов нет ничего человеческого. К этому мы уже привыкли. Итак, пять ракет было сбито крылатых. Всего 1176. Также уничтожено 18 путинских грузовиков и цистерн. Всего 6428. Кстати, они там и сами себя успешно уничтожают. Вчера шикарнейшая была Бавовна в Уфе, где сгорела нефтебаза на железной дороге. То есть, там море было солярки. Море бензина. Все это горело, полыхало. Ну, кто это поджег? Я даже не знаю. Скорее всего, это были какие-то местные партизаны. Или же, скорее всего, биоизмененные гуси с комарами. Подожгли это все дело. Оно взяло и сгорело. Но это бывает такое, да. Особенно у урошистов. И будет только больше. Дальше. Спецтехники. За вчерашний день на Кондропупле на пять штучек. Всего 507 штук. Спецтехника. Я знаю, там точно уничтожали и РЭБы, и зоопарк у них. У них есть такая радиостанция мощнейшая. То есть, мы сейчас уничтожаем все, что глушит нашу связь и все, что глушит работу наших беспилотников. Вот, собственно говоря, такое. А в общем и целом происходит уничтожение живой силы и техники расистов, которые мешают нам в проведении нашего контрнаступления. Кстати, расисты в переговорах очень сильно жалуются на то, что... Как они там говорят? Немая сечи торпиты типа кальнемуки. Что-то типа этого, да? Помним это. Да. Как они переводили. Так вот, да. Уничтожается это все дело. И подводится... С моей точки зрения очень правильно вот что сделать. Надо их разбивать, разбивать, разбивать. Причем разбивать в хлам. Сейчас у нас средств для того, чтобы их разбить в хлам гораздо больше, чем во время еще операций на Херсонском правобережье, где их тоже разбили в хлам, и они сами удрали. Так вот, в Запорожской области их точно так же. Там, если вот сейчас завалить Крымский мост, к примеру, они остаются без подвоза, без ничего. В принципе, все дороги простреливаются. Поэтому, если вот сейчас Запорожье... Запорожская область очень правильно отработать, то самое главное Крымский мост отработать, то, соответственно, будет замечательно. И нас ожидает очередной такой, знаете, глубокомысленный жест до Хлаймули. Прямо в Таганрук. Все будет Украина. Прямо. Продолжение следует...